мы кушаем курочку просто поражаюсь сообразительности шпульки это же надо взять и лапой поддеть как вилкой все время так смеющая смех сдерживаю чтобы камера не тряслась так что за безобразие лапа вход вот какая курочка вкусная какая же курочка вкусная друзья я не покупаю шпульки корм кормлю ее запаренной курицы вырезкой филе с удовольствием ест купила ей как-то специально для котят сухой ни в какую ну а гурмит сейчас очень дорогой и 40 60 и 70 баночка это вообще да даже пакетик шибы купить у нас 34 рубля там видеть нечего 85 грамм она сейчас кушает усиленно растет вот решила кормить ее курицей покупаю филе курочки режу кусочками кипятком заливаю помешиваю какое-то время стоит остывает так они потом эту юшечку пьют вот а монька вообще не ел курицу полностью на сухой корм перешел ну вот глядя на шпульку вспомнил видимо тоже вместе с ней стал кушать остальные коты сидят на сухом корме лёшек пока нас снабжает конечно очень дорого лёшек покупает роял конин большие пакеты по 2 килограмма по килограмму 600 вот тает на глазах сейчас у нас пять кошек вот уже подумывая на какой бы корм перейти более дешевый но опять же все что дешево потом выражается в болезнях кошек вот и думаю то ли хорошим кормом кормить то ли потом тратить деньги чтобы лечить кошек полка двух концах как говорится вот присматриваясь к корму перфектом подешевле но он и носить на сегмент как бы ниже до роял конин то уже не такой уж хороший не премиум корм да это дорого получается так что верно скоро коты перейдут на супы борщи вот три раза в день где-то она кушает они с удовольствием пьют домашнее молоко они это я имею ввиду шпулька и маруся но потом у них понос и я перестала давать вот маруся стала равнодушна к вообще к такому корму даже мясо не ест полностью вот перешла на сухой и все сейчас вот сидит смотрит в окошко куда марусичка ничего тебе дочка не оставила видишь все все съела все съела ну она так и по привычке если кусочек съесть то хорошо а так вот видите пошла сухой корм кушать до утром просыпаюсь тарелки все пустые вот у нас вот этот короб сундучок кстати киевский сундучок боже сколько ему лет наверное в 2005 я его покупала из ротанга натурального как сейчас помню полторы тысячи стоил вот здесь у нас запасы роял камина ну вот лёшек по два килограмма покупает в пэтшопе в москве там очень часто акции бывают и получается немножко подешевле вот и вот в этом сундучке хранится кошачий корм что мороз чуть-чуть похрустела и все сейчас у нас 7 утра я встаю где-то в шесть пол шестого спала бы но коты будет начинают бегать начинают по мне бегать у них активность начинается утром солнышко вот сейчас встает сейчас очень плохо видно вот этот дуб очень красивый уже такой золотой и сегодня друзья ровно год назад 8 октября мы завезли в мебель в этот наш домик вот сегодня надо мне в магазин сходить эти мамочку умываете кусает уже хлеб у меня закончился да и надо купить филе курицы тоже заканчивается сегодня пройдусь если пойду поснимаю вам там осенний парк обновленный так красиво сделали у у нас в парке вот наелись и теперь умываются до наелись и теперь умываемся мои сладкие как же хорошо с мамочкой рядом шпулька ты понимаешь что ты оказалась самой счастливой помните когда она родилась я показывала вам ее голову вот это рыжее пятно вот 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 покажите вот так вот так я говорю поцелуй бога вот вот это пятнышко и вот действительно оказался поцелуй бога потому что в тот момент когда я это говорила я не думала что она останется у нас ну вот так случилось что она наверное оказалась самой счастливой во первых мы до сих пор совсем мамку во вторых у нас мамка рядом в общем две девочки оказались счастливыми маруся перестала плакать раньше как только я выходила на улицу ой ор стоял вот сейчас она успокоилась ей хорошо у нее блестит шерсть эти позируешь да позируешь маруська с котами с нашими она подружилась но так с кузьмой иногда но уже сидят даже рядом и даже в одном лежаке спят рядом что там маруся не дай бог не дай бог там ложки я смотрю так нету да друзья хотела вам рассказать я как-то покупала ошейник мони ну тогда я думала что мы у нее будет гулять на улице вот и он был длинный этот ошейник что хватило даже маруся его одеть так вот у мони был дикий дикая аллергия от этого ошейника я даже к врачу ходила у него вылезла даже там возле писюльки такая проплешина появилась так что будьте осторожны с вот этими противоблашинами его блошинами ошейниками они вот бывают так вот не подходят кота у монки так случилось в маруся я обследовала на тот момент у нее ничего не было и потом когда я увидела вот эту проплешину у монки я думала это этот лишай и поехали к врачу я ей рассказала историю она говорит чем-нибудь кормили что-нибудь одевали и тут я сразу поняла я говорю ошейник у него вот да по-моему тогда он даже на нем было она говорит срочно снимайте это аллергия от этого ошейника а я думала это лишай и она назначила левомиколь мазь я так удивилась вообще левомиколь это же ну вот противовирусная да то есть где-то порезы гной вытягивает она хорошо и я стала мазать и это проплешина как бы ушла так что вот такая вот может случиться такая беда что вылезает аллергия от этих ошейников покупала я помню его на вал березе на него еще был такой очень-очень ярко выраженный запах но это нормально как бы для ошейника да это же против блок так что вот такая история я по моему вам ее не рассказывала будьте осторожны вот такое может случиться давайте вам покажу что я уже вчера не дожидаясь лёшек алёшек должен на днях приехать опять на один день ночь денечек но у меня же руки чешутся я вчера присобачила вот эту вот полку и уже покрасила да вот видите в принципе и ничего не видно так чуть-чуть я не знаю на камеру видно или нет покрасила кирпичики этим лаком дали они стали гладенькие уже видите ничего не берется и не стала я красить эти кирпичики в общем коричневым цветом очень много было комментариев спасибо вам большое за вашу поддержку вообще друзья пишите комментарии это очень хорошо продвигает канал и лайки и комментарии если вам не сложно вам ничего это не стоит а мне приятно и канал двигается это хотя бы какая-то мотивация для того чтобы снимать ролики вы знаете что монетизация у нас отключена вы мне там писали лена у вас на дзене есть канал может быть там там хоть какая-то монетизация друзья там такая монетизация во-первых чтобы до нее дойти и там вообще копейки ну вот просто копейки и уже не хочется мне начинать что-то делать там я там завела канал ну во первых у меня почему-то там очень долго висят видео их яндекс не пускает в эфир я уже с ними списывалась разговаривала в общем они мне пишут сделайте то-то сделайте это почистите там кэш вот это сделайте я все это делала и все равно его сына не там и ну вообще не хочется заходить на яндекс и что-то там делать это для меня я помню было просто нервотрепка поэтому я не хочу вот на ютубе и всех закроют youtube тогда будем что-то думать опять поговаривают не знаю вот так что друзья здесь висит вот сейчас три фуфайки конечно можно оставить одну можно оставить две можно убрать но все равно все равно вот это вот место она все вы видите закрывается закрывается одеждой и эту стену практически не видно я не стала морочить голову да вы знаете и так наверное действительно лучше вот я почему хотела сделать и пестрый ну во первых здесь вот висит вот такая штора до старая просто вот один в один вот этот цвет если честно я хотела под вот эту штору но я же могу и поменять простынь да и могу и вообще не менять вот пусть будет так все таки это тамбур терраска тамбур кто как называет здесь что зашел вышел здесь не сидишь глазу приятно и все не стала я заморачиваться там был один комментарий я сейчас вам его озвучу люди стали заморачиваться и стали вот эти швы красить и друзья это конечно ювелирная работа не помню как девушку звали она мне написала что аккуратно покрасить не получалось в итоге красилась опять плитка и намучились они все это было неаккуратно и в итоге опять закрасили белым так что это друзья не просто и долго поэтому я решила ну вот как есть так и есть ничего не буду делать и так по моему очень хорошо там тоже лежат уже вещи которые надо бы вообще отсюда убрать но руки дойдут это я так немножко освободила пол в терраске а вообще вот это наверное уже пойдет на чердак там старая вполне хорошая старая новая куртка скажем так я ее мало одевала лыжная потом как-то поправилась и все вот лёшек все по привозил мне надо куда-то это все девать а куда его девать не знаю два громадных шкафа думала мне хватит друзья нифига не хватает надо куда-то распихивать или раздавать не знаю сейчас такое время то ли раздавать то ли не раздавать кто его знает что будет дальше вот так что покрасила вот так и не жалея красивенько вот так вот зашел вот так смотрится когда открываешь дверь да и входишь вот я постараюсь друзья 16 числа вот будет ровно год я уже нашла то старое видео когда мы только-только вошли в дом на осмотр перед покупкой и я вам покажу как было все в одном видео и как стало вот такая у меня задумка в общем дождитесь это видео я обязательно сделаю я буквально вчера его смотрела и просто подумала сколько же мы проделали работы просто колоссальный труд проделан и все нашими ручками вот этот сарай еще облицуется уложится плиточка вот там перед ванной я хочу сделать такой небольшой заборчик поставить там может быть скамейку здесь все будет плиточкой ну чтобы отделить вот эту часть огорода да и двора чтобы не было видно что там в огороде творится ну и как бы обозначить границы двора и огорода думаю что будет красиво посадятся цветочки в общем работы конечно же предстоит еще очень очень много ну хочется это делать друзья хочется вот просто хочется а когда есть желание вы знаете сразу появляются и возможности и силы и делаешь и наслаждаешься вот здесь у меня кашка стоит вчерашняя сегодня я ее доем как в холодильнике поставила вот сюда а что я еще вчера сделала вот здесь вот вот это вот это уже и киевская полка я вчера ее шлифовала покрасила сегодня еще покрашу другую сторону она была вот такая вот вот дерево но поскольку полки здесь коричневые у нас значит надо все под один цвет и сейчас покажу вам я их сюда положила пока вот такие кронштейны то есть она будет без ножек этот стол по мою грязные вот они видите вот с такими креплениями крепления эти для покажу вот такие штуки цепляются на стену вот сюда и можно менять уровень да вы понимаете что можно выше ниже сделать в общем отпилиться немножко этот эта полка по ширине слишком уж очень большая выступают сюда то что отпилиться у нас еще есть два вот таких кронштейна как раз то что отпилиться будет вот здесь полочка а то что типа стол на вот эти вот кронштейны и будет вот здесь стол чтобы мне было удобно вставить ну как в холодильник до хранить продукты зимой ну и вообще найдется что поставить так что терраска у нас будет очень очень функциональная вы уже видите как эти полочки работают потом вот там полочки когда я все там по убираю это уже будут работать ну и еще добавится полки добавится стол и будет красота вот кстати я нашла в сарае еще одну вешалку старую опять с такими же крючками друзья какое счастье не так они нравятся покрасила вот здесь два прикрепила вот висит моя тележка с которой я езжу в магазин а то вечная ее не знала куда поставить и вечно она падала вот и вот там видите крючок тоже висит рюкзак с вещами но пока временно висит это все надо убирать куда-то там обувь вот так что вот такие планы на ближайшее будущее прикрепить вот эту полку отпилить и прикрепить к стене все мои хорошие опять наболтала с три короба по моему даже и не поздоровалась я с вами вы уж извините думала монтировать видео а потом как-то все само собой пошло думаю ну в каком-то кадре поздороваюсь и так получилось что все вышло одним кадром я рада видео каждый день пока что держу марку так сказать в общем я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока